Снегуборочные машины, тракторы, агрегаты для очистки пешеходных зон и дорожек. На площади Куйбышева прошел традиционный смотр коммунальной техники. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда. Сколько составит прибавка? Они не потеряются в океане информации, а их тексты хочется перечитывать. В Самарской публичной библиотеке наградили победителей 10-го творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова. 130 финалистов в возрасте от 7 до 18 лет. В Самарском дворце детского и юношеского творчества состоялся финал регионального конкурса, посвященного Параду памяти. В Самаре может появиться второй пассажирский аэропорт Безымянка. Сегодня губернатор Дмитрий Азаров обсудил вопросы комплексного развития территории с потенциальными инвесторами, которые совместно с собственниками объекта предлагают модернизировать и построить новую современную инфраструктуру для приема воздушных судов гражданской авиации. Действующая аэродромная инфраструктура примыкает к территории завода «Авиакор», который занимается капитальным ремонтом и техническим обслуживанием различных типов самолетов. В разработанной концепции акцент делается на привлечении компаний лоукостеров, для которых близость аэропорта к городу и его транспортной инфраструктуре может быть серьезным фактором привлечения пассажиров и бизнес-авиации, а также на развитие межрегиональных перевозок. Таким образом, при успешной реализации проекта потоки людей можно будет разделить с действующим международным аэропортом Курумыч. Коммунальная техника готова к обслуживанию Самары зимой. На площади Куйбыша в утром прошел традиционный смотр автомобилей. Глава города Елена Лапушкина, первый вице-мэр Владимир Василенко и руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Александр Андреянов также оценили готовность к зимнему сезону персонала муниципальных предприятий и других компаний коммунальной сферы. Кто будет спасать Самару от снега и льда, узнал Михаил Ермоленко. Снегоуборочные машины, тракторы, агрегаты для очистки пешеходных зон и дорожек. На площади Куйбышева представлена лишь малая часть техники, которая поможет специалистам коммунального хозяйства справиться с непогодой этой зимой. Всего в предстоящем сезоне на улице города выйдут порядка 730 единиц техники. Сейчас мы все в готовности идем с закупкой противоугололедных материалов, готовятся снежные площадки для приема снега, поэтому город во всеоружии. Специалистам предстоит работать не только в условиях непогоды, но и заниматься каждодневной уборкой территорий города. Для этого за последние два года автопарк пополнили 82 единицы новой современной спецтехники. В числе ее преимуществ – всесезонные характеристики. Такие агрегаты работают летом, осенью и весной, меняется только оснащение. В частности, к этому сезону закупили новые и лососы для откачки воды, и небольшие маневренные аппараты для уборки пешеходных зон Самары. Этому будут уделять большее внимание, исходя из опыта прошлых лет. А где нужна будет тяжелая артиллерия, на сцену выйдет такая спецтехника. Проверяем машины, выстраиваемся и поехали убираться. Если снег еще пойдет, то мы еще пойдем чистить. Мы справимся, я думаю. Мы всегда справлялись. Хоть какие условия не были. Переходный период заканчивается и с 1 ноября начинается зимний сезон. Он продлится до 15 апреля. Но, как отметил специалист профильного департамента, техника сможет выйти на улицы города и раньше начала ноября. Ориентироваться будут на погодные условия. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Праздник для тех, кто садится за роль по долгу службы. Транспортное подразделение энергокомпании «Т-Плюс» поздравило своих сотрудников с наступающим днем автомобилиста. Лучшие водители получили грамоты и денежные премии. Подробности в сюжете Ксении Бакановой. Илья Савельев – машинист автомобильного крана. Рассказывает, трудится на этой должности уже 7 лет. Интерес к профессии не угасает. Свои обязанности мужчина знает наизусть. Илья уверен, старания обязательно ведут к успеху. А особенно приятно, когда руководство их замечает и поощряет. Мы приходим на работу, получаем путевой лист, получаем задание. И едешь его, выполняешь. Какие-то есть свои нюансы, сложности. Но в целом все прекрасно. Есть такая профессия – давать людям тепло. Всего в преддверии профессионального праздника – Дня автомобилиста. Почетными грамотами отметили 35 сотрудников. Это водители и работники авторемонтной мастерской. Каждый из них внес свой вклад в работу энергокомпании «Т-Плюс» и обеспечение надежного теплоснабжения жителей региона. Лучших отмечаем. Тот, кто безаварийно осуществляет свою деятельность и без нарушений внутренних распорядков. Данный повод очень приятный. Организация обеспечивает автотранспортные перевозки, подъемные дорожно-строительные работы на электростанциях и тепловых сетях в Самарской и Ульяновской областях. На ее территории трудится 698 человек. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Они не потеряются в океане информации, а их тексты хочется перечитывать. В Самарской публичной библиотеке наградили победителей 10-го творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова. В 2023 году исполняется 90 лет со дня рождения известного журналиста, писателя, поэта и драматурга. На суд жюри было представлено около 70 работ. С авторами лучших пообщалась Ксения Баканова. Лезьте на рожон и расшивайте башки. И ради правды. Если ее чувствуете, ошибайтесь, добивайтесь. Искренняя улыбка, блеск в глазах и горячее желание постигать азы профессии. Эти ребята уверены. Журналистики, как любви, все возрасты покорны. Они крепко держат в руках микрофоны и умеют работать с камерой. Для учеников объединенной телестудии воспитанников детских домов «Майош-ТВ» этот день особенный, ведь они стали победителями 10-го творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова в номинации «Школьники». На суд-жюри ребята представили интервью с участием Александра Завального, главного библиографа Самарской области. Некоторые съемки были на солнце, жарко иногда бывало, но очень интересно. Человек очень хороший. Александр Завальный очень интересный человек, и от него мы узнали очень много анекдотов о Самаре. Программы, над которыми трудятся юные журналисты, выходят в эфире телеканала «Самара ГИС» каждую третью среду месяца в 19.30. Ребята говорят, секрет их успеха – умение слушать, а главное – слышать друг друга. Когда все нацелены на результат, работа ладится. А если возникают вопросы, всегда можно обратиться за помощью к опытному наставнику. Микрофон – он как волшебная палочка, потому что они интересуются, они получают информацию, они узнают много нового, и поэтому им в этой жизни как-то теплее, надежнее, основательнее, что ли, если можно так сказать. Вот, это великая сила телевидения. Легенда самарской журналистики, писатель и драматург. Эдик или Кондратич – так его называли близкие коллеги. По Багровой реке Эльдорадо, «Тревожные ночи в Самаре» – жестокий год. Его книгами зачитывалось не одно поколение читателей нашей Родины. В 2010 году Эдуарда Михайловича не стало. Писатель оставил богатое наследие – и журналистские материалы, и прозу, и поэзию. А еще он прекрасно играл на гитаре и исполнял песни своих и любимых бардов. Он очень был азартным человеком, и это действительно профессионал. За что бы он ни брался, он всегда это делал качественно. И я думаю, что Эдуард Михайлович очень любил профессию и журналиста, и писателя. Он очень любил жизнь, и он очень любил наш город. И он переживал, он был небезразличным человеком, он был действительно гражданином. В этом году на конкурс было подано около 70 заявок. По традиции на церемонии награждения собрались именитые журналисты-литераторы, представители творческих союзов и студенты. Ведь главная идея конкурса – выявить самых талантливых среди молодежи. Для одних участие – это опыт, для других – путевка в новую счастливую жизнь. Тот уровень интереса и попыток понять жизнь, который им прививается, их воспитателями, как мне кажется, а может быть это в том числе и от их искреннего, пусть еще и детского, но таланта или одаренности, вот это, собственно говоря, тот самый оптимизм, который и есть у нас на сегодняшний день. Бывалые журналисты тоже не отстают. Обозреватель «Самарской газеты» Маргарита Петрова впервые принимает участие в конкурсе. Старания не прошли даром. Журналистка получила звание лауреата за публикацию «Четыре спасения» Всеволода Турчина. Рассказывает, важно, чтобы материал нравился автору. Тогда отклик он найдет и в сердцах читателей. Если тебе интересно то, о чем ты пишешь, то это будет интересно и читателю, это будет интересно и коллегам, которые будут рассматривать эти работы. Наверное, важно стараться соблюсти вот этот баланс формы и содержания, чтобы это было легко читать и в то же время это было что-то глубокое и интересное. Также в музейной комнате библиотеки открылась выставка, посвященная творчеству Эдуарда Кондратова. Там можно увидеть его фотографии и личные вещи. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Далее коротко о других темах дня. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда в 2024 году на уровне 19242 рубля в месяц. Таким образом, МРОД вырастет на 18,5% к предыдущему году. Кроме того, минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 14,2% в следующем году. Этот разрыв будет увеличиваться и дальше. В отдельных регионах МРОД планируется увеличить на районные коэффициенты. В Госдуме предложили выдавать маткапитал на первенство только женщинам не старше 25-30 лет или выплачивать капитал только на второго ребенка. Программу маткапитала пересмотрят в 2026 году. Эксперты-демографы в целом скептически отнеслись к инициативе депутатов. Они считают, что обстоятельства, которые заставляют женщин откладывать вступление в брак и рождение ребенка, сильнее, чем желание получать маткапитал. Поэтому мера вряд ли повлияет на решение о том, когда рожать первенца. Представители строительной отрасли также сомневаются в эффективности инициативы, поскольку, по их мнению, именно на покупку жилья чаще всего тратится материнский капитал. В крупных торговых сетях в разных регионах России обнаружили почти 200 тонн красной икры неизвестного происхождения. Подозрения вызвали около полутора миллиона банок. Продукция поступила в крупнейшие торговые сети страны. По документам поставки икры ритейлерам осуществляли предприятия, уставной капитал которых составляет не более 10 тысяч рублей, а трудоустроен всего один сотрудник. Есть в этом списке и предприятия, официально регистрацию которых и вовсе установить не удалось. Во всех случаях аннулирована регистрация уполномоченных лиц предприятий, которые оформляли документы на икру неизвестного происхождения, сообщили в Россельхознадзоре. В России планируют ввести маркировку икры, чтобы в будущем пресекать незаконную продажу. В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа. Чтобы обезопаситься от вирусных инфекций, врачи рекомендуют сделать прививку. На данный момент, по данным Роспотребнадзора, вакцинацию прошли больше 680 тысяч жителей Самарской области, что составляет 21% от общего населения. В медучреждение поступило почти 1,2 млн вакцин двух видов для иммунизации детей и взрослых. Оптимальным сроком проведения прививок является период с сентября по ноябрь. Двухфакторная аутентификация на госуслугах необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных. Второй фактор подключила уже почти половина пользователей госуслуг, более 41 млн человек. С 28 октября пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе «Безопасность», выбрав «Вход с подтверждением». Можно выбрать три варианта дополнительной защиты. Код из СМС, одноразовый код из специального приложения и вход по биометрии. В Самарском дворце детского и юношеского творчества состоялся финал регионального конкурса, посвященного Параду памяти 7 ноября 41 года в Куйбышеве. Дети и подростки представили свое осмысление важности этого события. Конкурсанты представили произведения современных поэтов. Подробности в нашем следующем репортаже. Ваш долг в тылу, как подвиг радный, страной отмечен орденами, и воинской победой славной гордится Куйбышев по праву. Учащийся Политехнического колледжа Данил Назаров приехал на конкурс, посвященный Параду памяти 7 ноября 1941 года в Куйбышеве из Сызрани. В финале молодой человек прочел стихотворение «Воскресный день». Потому что стихотворение, оно самарское, и поэт тоже самарский, и как-то это вот ближе к сердцу. Всего в конкурсе приняли участие более 5000 человек из разных городов и районов области. В финал вышли 130 юных участников агитбригад, театральных коллективов и чтецов в возрасте от 7 до 18 лет. Здесь ребята не только слушают то, о чем им могут рассказать взрослые и те единицы людей, которые были очевидцами событий. Здесь они сами творят, они сами стараются пережить эти моменты. Юные таланты представили свое осмысление важности Куйбышева как запасной столицы и парада 7 ноября 1941 года. Для каждого очень важно, чтобы ребенок вырос не только талантливым художником, поэтом, спортсменом. Нам важно, чтобы он вырос настоящим гражданином, чтобы он хотел связать свое будущее, жить свое будущее с нашей страной. Подобные конкурсы в Самарском дворце детского и юношеского творчества проводятся со дня первого парада памяти. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Узнать, какая профессия тебе подходит. В молодежном центре Самарский проходит серия мастер-классов и семинаров по профориентации. На занятии школьники знакомились с различными арт-техниками. Через творческие упражнения определяли свои навыки и умения. Подробности в нашем сюжете. Восьмиклассник Айдар с удовольствием принял участие в профориентационном мастер-классе, чтобы подтвердить свои стремления. Ведь со своей будущей профессией он уже определился. Планирует работать в сфере информационных технологий, потому что любит компьютеры. Чтобы добиться своей цели, записался на дополнительные курсы по информатике. Там мы проходим различные уроки. Нас там учат на компьютерах работать. И в конце девятого класса мы получим аттестат. Мастер-класс в формате арт-техник, когда подростки определяют свои навыки и способности через различные творческие задания, стал частью большой серии встреч на тему профориентации в молодежном центре Самарский. Регулярно в учреждении проводят мастер-классы, семинары, лекции и диалоги с экспертами, чтобы помочь молодым людям определиться за своей будущей профессией. В настоящее время к теме профориентации молодежь и родители подходят очень осознанно. И это хорошо и здорово. И стараются в любом случае воспользоваться такой возможностью поучаствовать. И в мастер-классах, и в тренингах, и прийти на профконсультацию. В молодежном центре не только проводят разъяснительную работу, но еще и помогают подросткам в трудоустройстве. Летом более 3000 школьников смогли найти себе работу. Сейчас более 300 учеников от 14 до 17 лет подрабатывают в свободное от учебы время. В первую очередь трудоустраивают тех юношей и девушек, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Подростки работают 14-15 лет 2,5 часа в день, в пятницу 2 часа, в 16-17 лет 3,5 часа в день, в субботу, воскресенье, выходной. Напомню, что это легкие виды работ, помощник специалистов, уборщик территории, подсобный рабочий. Большая информационная работа на тему профориентации, причем не только для школьников, но и для молодежи до 35 лет, в центре продолжится. Анонсы всех предстоящих мероприятий можно найти на страницах центра в социальных сетях. Специалисты просят записываться заранее, чтобы в случае необходимости можно было организовать дополнительные встречи. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События. Симбиоз творчества, труда и желание вдохнуть новую жизнь в Старую Самару. О реальных историях наших современников, которые восстанавливают объекты деревянного зодчества в доме Мыштакова. Прошел показ фильма «Время дерева». Вечер продолжился театральным представлением по произведениям Пушкина. Что связывает эти мероприятия, расскажем в нашем следующем материале. Мария Шавина живет в центре Самары. Говорит, что за последние годы город сильно преобразился. Появляются современные объекты архитектуры из стекла и бетона. Идти в ногу со временем – это прогрессивно, считает Мария. Но забывать историю не стоит. Это касается и истории родного города. Мы ходим по старым улицам Самары. Мы живем в центре. И мы не обращаем внимания на многоэтажные дома. А вот именно привлекают внимание деревянное зодчество, убранство. Очень жаль, что многие дома теряют свою красоту. И я надеюсь, что все-таки сохранится. Старая Самара, атмосферная, любимая. Разрушить просто, сохранить очень сложно. В октябре в доме Муштакова завершается экспозиция, посвященная деревянному зодчеству. Здесь представлены уникальные самарские наличники, выставка объектов архитектуры, не сохранившихся до наших времен. По словам куратора музея-галереи Армена Рутюнова, «Заварка» – это универсальное арт-пространство, открытое для творческих людей. Музей-галерея «Заварка» – это, с одной стороны, такая довольно тематическая история, связанная с городом, с архитектурой города, с урбанистикой. Это, по сути, такой мини-музей архитектуры в Самаре, которого так не хватало много лет. С другой стороны, это такая открытая социокультурная площадка, на которой в течение вот этих десяти месяцев проводились мероприятия, никак не связанные с архитектурой. Не всегда и не все мероприятия концептуально стыкуются, но, на мой взгляд, это только обогащает пространство «Заварки». После фильма о деревянном зодчестве студенты третьего курса Самарского института культуры представили на суд гостей театрализованное произведение «Наш Пушкин» по мотивам произведений поэта. По словам постановщиков, выступать в доме Мштакова – это большая ответственность. Одно дело читать в сквере Пушкинском, где открытое пространство, и зритель довольно далеко и свободно располагался по периметру Пушкинского сквера. Ну, кто-то сидел прямо близко около сцены, кто-то дальше. И здесь совсем другой был посыл, совсем другой был способ общения со зрителем. А такая камерность, она предполагает и иную пристройку к зрителю. После завершения проекта о деревянном зодчестве музей-галерея «Заварка» продолжит работу в качестве филиала музея Эльдара Рязанова. Светлана Кудрявцева, Галина Топилина, Константин Головин. События. Аида Магбет Корсар. Итальянский композитор Джузеппе Верде за свою жизнь создал 26 опер, которые входят в репертуар многих театров мира. К 200-летию композитору самарцев появилась возможность больше узнать о его творчестве. Подробности в сюжете Галины Топилиной. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого итальянского композитора Джузеппе Верде. По этому случаю в Самарской библиотеке номер 15 вспоминают его творчество, биографию и слушают оперу. Галина Вострикова не представляет своей жизни без искусства. С детства увлекается музыкой. Говорит, творчество помогает жить. Не всегда в быстром темпе современной жизни есть возможность прикоснуться к прекрасному. Но после выхода на пенсию Галина находит время на то, к чему лежит душа. Его одно только реголета, травиада, трубадур. Это можно перечислять бесконечно. Это восхитительно. Это просто надо слышать и уметь слушать. И черпать оттуда великое таинство музыки. 2023 год объявлен Министерством культуры Годом музыки. По этому случаю в библиотеке проходит выставка, посвященная композиторам. На регулярной основе читатели библиотеки собираются на музыкальный час, чтобы познакомиться с творчеством и судьбой известных композиторов. В ноябре запланировано проведение еще одной музыкальной встречи, завершающей в этом году. Главным героем станет советский композитор Тихон Хренников. Библиотека – это не только хранилище книг, когда можно прийти, выбрать книгу любимого автора, но библиотека – это центр досуга, культурный центр. Поэтому для своих читателей мы готовим мероприятия, связанные и с их запросами, и с тем, что важно в нашей стране. 4 ноября библиотека присоединится к всероссийской акции «Ночь искусства». Анонсируется работа музыкальных, танцевальных площадок, мастер-классы от художников и другие активности. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. Интерес россиян к путешествиям на Шри-Ланку вырос в четыре раза после объявления об отмене платы за визу для российских туристов. Это выяснили аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия». Средняя цена авиабилета туда-обратно в этом году составляет 66 тысяч рублей. Как правило, туры покупают за полтора месяца до путешествия. В среднем поездку планируют на 16 дней. В ноябре самый бюджетный вариант проживания можно найти в центре острова без выхода к морю – 977 рублей за ночь. Стоимость недорогого отеля на побережье начинается от 1095 рублей. Цены в отеле «Пять звезд» стартуют от 7308 рублей за ночь. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем мы писали сегодня на своих информационных площадках. Космонавты Олег Каноненко и Николай Чуб закрыли выходной люк модуля «Поиск». Длительность выхода в открытый космос составила 7 часов 41 минуту, сообщает в своем телеграм-канале руководитель управления информацией аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова. Все запланированные работы были выполнены, экипаж вернулся уставший, но довольный. Учебный центр ТТУ приглашает получить профессии водителя, трамвая и троллейбуса, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Трамвайно-троллейбусное управление гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефонам. Предприниматели Самарской области могут оценить проекты нормативных документов. Оценка регулирующего воздействия – это доступ к обсуждению федерального, регионального и муниципального законодательства, влияние на инвестиционный и предпринимательский климат, доверие граждан и бизнеса к предпринимаемым государством решениям. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Самарской области создаются все необходимые условия для стабильной работы и развития бизнеса. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 846 263 55 79. Телеграм-канал Красноглинского района рассказывает, как поддержать здоровье с помощью правильного питания. В мире 18 миллионов человек страдает от артрита. Болезнь поражает суставы и ткани вокруг них. В результате люди начинают испытывать боль и снижается двигательная активность. При артрите полезно есть продукты, богатые коллагеном, холодец, заливной из рыбы, фруктовое желе, молочные продукты, бобовые. Продукты, богатые серой и селеном, отруби, горбуша, яйца, рис, орехи. Продукты, богатые жирными кислотами, омега-3 – это рыба и льняное масло. А вот вредно при артрите употреблять фастфуд, шоколад, соленые консервированные продукты, томаты, баклажаны, сладкий перец. Стоит помнить, что просто изменив свой рацион, вы не избавитесь от проблемы, но вместе с лечением, правильно подобранным для вас врачом, сможете облегчить симптоматику. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары Гисы, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассники. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok